В медиапространстве Российской Федерации уже начали с жаром обсуждать вопрос, что после Путина. Как обычно, обойтись без Украины не могут. Некоторые назидательно поучают, что делать надо не Майдан, а в этом месте учителя запинаются, не решаясь сказать, что надо делать революцию. Запинаются по двум причинам. Первое, революции на всей территории России законом запрещены. Любые. Лавров даже требовал от ООН запретить само это слово, заменить его термином «государственный переворот» и коллективно осудить. Лавров-таки действительно дебил, поскольку в Османской империи данное слово в 1830-е годы запретили. Однако это не помешало младотуркам и Мустафею Кемалю сделать революцию. Вторая причина – если делать революцию, то какую? Но делать буржуазную пошло, а еще одну социалистическую неуместно и пошло вдвойне. Никаких других революций классический марксизм больше не предлагает. Энгельс, правда, писал еще об античной революции, совершенной Салоном и Эклесфеном в Афинах, которая не извергла родовой строй. Но написал без привязки к схеме смены формации и научного обоснования. Маркс один раз вскользь написал о великой социальной революции римских плебеев против патрициев и забыл о ней. В общем, классики подозревали о существовании еще каких-то революций до буржуазных, но заниматься ими не было времени, поскольку готовились к социалистической. Советские марксисты-ленинцы классиков дополнили и придумали целый ворох разных народных, народно-демократических, буржуазно-демократических, национальных и еще не весь с каких революций. Революцию в Нидерландах и реформацию в Германии они подвели под статью «Ранние буржуазные революции». Благо, великий и могучий язык позволяет создавать новые слова без содержания. В них еще стали выделять и разные этапы, в зависимости от смены где-то в Африке одной просоветской группы другой или отличных симпатий автора, если это касалось давно минувших дней. В результате вышло, что ни страна, то новый тип или под тип революции. В итоге советские марксисты совсем запутались в типах революций. Роспуск СССР избавил их от этой проблемы, и о революциях на постсоветском пространстве забыли до ноября 2003 года, когда в Грузии произошла революция РОС, отправившая в отставку Шеварнадзе. Ровно через год началась оранжевая революция в Украине, а в марте 2005 – тюльпанная революция в Киргизстане. В советской Москве все это радостно назвали бы буржуазными контрреволюционными переворотами, организованными ЦРУ, и не заморачивались бы. Но проблема в том, что в Грузии, Украине и в Киргизстане уже четверть века был капитализм, и капиталистические перевороты в них были неуместны даже по понятиям российского языка. Научная мысль в Москве и на окраинах от такой неприятности впала в ступор, но вскоре заявила, что все это, конечно, революции. Но плохие и неправильные, поскольку организовал их Госдеп, то есть Министерство иностранных дел США. Москва почему-то стала питать к ЦРУ такое сакральное почтение, что боится упоминать его в суе. Эти плохие революции от Госдепа поначалу назвали оранжевыми в честь Украины, вечно не дающей покоя Москве. Потом спохватились по двум причинам. Во-первых, слишком много чести Украине. Во-вторых, оранжевую революцию, согласно данным науки и разведки, сделали бандеровцы. Следовательно, оранжевые революции – это бандеровские революции, что совсем не камильфо. Поэтому термин «оранжевые» попытались вытеснить «цветочными» и «цветочными революциями». Но было поздно, он уже прижился в русском мире. Вдобавок, «цветочные революции» плохих эмоций не вызывают, что плохо, поскольку в российском языке все слова должны иметь хорошую или плохую коннотацию. Так российская научная мысль обогатила саму себя еще одним типом революций и плохих. Настолько плохих, что нынешние московские революционеры уже зарекаются их не делать и вообще революции не делать, поскольку в российском языке это уже плохое слово. Но «госпереворот» – это еще худшее слово, о чем всех просветил Лавров. Поэтому нельзя понять, что, собственно, они собрались делать. Настолько велик и могуч их язык. Если учесть, что пока они только обсуждают, как один кремлевский клан подвинет другой и устранит Путина, и все это без их участия, то предпочтение явно отдается дворцовому перевороту. Так что сначала будет госпереворот средней паршивости, а затем все-таки некая хорошая революция. В качестве аналогии они ссылаются на никудышнюю февральскую революцию и успешную октябрьскую. Успешную, поскольку большевики продержались 70 лет после нее. Если бы октябрьский переворот большевиков, эсеров и анархистов провалился, так как провалился июльский переворот самих большевиков, то и февральскую революцию или госпереворот на Россию сейчас называли бы «успешным и великим». Русские марксисты долго мнили себя лучшими в мире специалистами по революциям, но на поверку оказалось, что у них нет цельной и научной теории революций. Сколько не отсылай всех к Марксу. На практике и в теории у них выходило, если смены правительств происходят с благословения и при участии полупредов СССР, то это революции. Если без участия и благословения, но затем Москву признают как на Кубе источником света, то это тоже революции. Если без благословения, без участия и потом не признают, то это не революции, а фигня буржуазная и проделки госдепа. Однако это не только ненаучно, но и не всегда применимо на практике. Югославы, албанцы и китайцы социалистические революции сделали, марксистами себя объявили, но считать Москву источником света и коммунизма наотрез отказывались. Революционера Жанна Бакаса в Артеке в 1970 году в Пионеры приняли. Маркс с ним, что он при этом ел оппозиционеров левых и правых без разбору. Но он после этого себя еще и императором объявил и короновался по образу и подобию буржуазного революционера Наполеона. Вдобавок в 1976 году он принял ислам и создал Совет Центральноафриканской революции. Такой зигзаг Центральноафриканской народно-демократической революции 1965 года советская наука уже не могла объяснить. Ни ссылками на Маркса, ни на Ленина. Базовая проблема советского марксизма была в том, что у Маркса не было цельной теории революции. Ни один марксист до сих пор не указал на текст, где Маркс такую теорию бы изложил. И тем более в привязке к теории смены формаций. Схему смены социально-экономических формаций Маркс привел всего лишь один раз в жизни. И как общепринятую, а не открытую им. В 1859 году Маркс в предисловии к критике политической экономии, которая была пробником капитала, бегло написал о том, что история человечества представляет собой смену четырех способов производства – азиатского, античного, феодального и современного, буржуазного. Все. Ни до этого в манифесте, не после этого в «Капитале» он ничего такого не писал. Но одного этого абзаца явно мало, чтобы говорить о теории. Никакого рабовладельческого способа производства у Маркса нет, поскольку к этому времени научное сообщество Европы не признавало его основным и самостоятельным даже для Римской империи. Азиатский способ производства у Маркса тоже отражает научный мейнстрим. Европейцы еще в XVII веке поняли, что их социально-экономическая организация существенно отличается от стран Азии. И даже итальянец Вико Джамбатиста пользовался термином «восточный ориенталистский способ производства». Этот термин есть и у сенсимониста Сент-Амана Базара, у которого Маркс позаимствовал концепцию антагонистических противоречий и забыл на него сослаться, как обычно. Мнение об особом азиатском способе производства к 1859 году было общепринятым, и Маркс ничего не открывал, а лишь повторял то, что говорили все. Понятие феодализм к 1859 году было новым, не устоявшимся и принималось далеко не всеми учеными. Выдающийся бельгийский историк Андрей Пирен еще в начале XX века продолжал пользоваться термином «старый порядок» вместо феодализма, которым его французы стали заменять с начала XIX века. Британцы с самого начала весьма скептически относились к революции французов, поскольку традиционно считали, что те ничего путно сделать не могут, но в итоге приняли их слово «феодализм». Однако пришли к выводу, что в Англии феодализм закончился на 300 лет раньше, чем во Франции, а именно к 1500 году в результате завершения войны «Алый и Белый роз». В этом убеждении британцы пребывают до сих пор, тогда как многие французы уверены, что в 1789 они низвергли феодализм. Многие, но не всем, поскольку с середины XX века не только французы, но и британцы, а также другие нации, особенно скандинавы, стали серьезно сомневаться, что феодализм был вообще. Маркс слово «феодализм» принял, поскольку французские социалисты, коммунисты, революционеры и политики им охотно пользовались, не дожидаясь, когда ученые мужи выяснят, что это такое и был ли он на самом деле. Ученые мужи Франции тоже были не чужды политике, а потому шли за настроениями политических масс. Революционеров и массы вполне устраивала схема. Революция 1789-го низвергла феодалов, и подобно ей новая Великая Революция низвергнет буржуазию. К 1848 году, когда Маркс писал манифест, слово «капитализм» еще не было популярным, и мало кто даже во Франции понимал, что это такое. Поэтому данного слова в манифесте нет. Позже, когда Прудон придал ему популярности в революционной среде, Маркс им не пользовался, поскольку поругался с Прудоном, завидуя его славе. Маркс ничего нового не изобрел, когда написал в манифесте о том, что новая пролетарская революция низвергнет буржуазию, подобно тому, как буржуазия низвергла феодалов и королей. Это была расхожая мысль в среде революционеров самых разных национальностей, которые спокойно жили и строили планы в Париже при буржуазном короле-революционере Луи Филиппе, который еще и давал деньги коммунисту Этьену Кабе на его проекты. Из-за революции 1848 года Кабе остался без короля и денег, почему и уехал строить коммунизм в США, подобно многочисленным немецким коммунистам и социалистам. Он стал первым коммунистом, пострадавшим от революции, не совсем понятно какой. Немецкие и итальянские республиканцы и националисты в Париже, в отличие от Маркса, скромно обещали не грандиозную пролетарскую, а просто демократическую революцию с ликвидацией монархии и феодализма. Еврей Маркс с ними тоже дружил и был столь радикальным немецким националистом, что в письме к русскому помещику Анненкову даже извинялся, что вынужден писать ему на французском языке, а не на нашей гарной немецкой мове. Делать буржуазную революцию никто не призывал, поскольку это явно пошло. Так что, когда Маркс издал свой манифест и привез его тираж в Париж, где уже шла, по мнению последующих марксистов, буржуазно-демократическая революция 1848 года, то этот памфлет на немецком языке с банальностями не впечатлил никого. Единственным человеком, которого манифест впечатлил через 20 лет, стал Бакунин, который как раз сбежал из ссылки на Дальний Восток и через Японию добрался до Европы. Бакунина манифест впечатлил так, потому что российская наука, уже тогда самая передовая, утверждала по указанию императора Николая I, что на России феодализма никогда не было, а поэтому и капитализма никогда не будет. На России свой особый родовой строй плюс народное самодержавие, и развивается она по самобытному пути. До революции 1905-1907 годов применять слово «феодализм» не только к текущей, но и прошлой истории империи было запрещено даже в академических исследованиях. Позволяли себе такую наглость лишь социал-демократы в листовках. Историк Павлов Сильванский стал первым в 1907 году, кому цензура разрешила употребить в книге слово «феодализм». Так как Бакунин, как и будущие народовольцы, был воспитан в вере, что на России особый строй, то логично, что их целью стал поиск способа, как из него перепрыгнуть в социализм или в коммунизм, минуя капитализм. С поиска трамплина для такого прыжка и началось российское усовершенствование сырых и сумбурных идей Маркса. У Маркса идея революции привязана экономическим детерминизмом к идее о последовательной смене формаций. Если следовать такой схеме, то помимо буржуазной и социалистической революции должны быть еще феодальная, античная и азиатская революции. Маркс их искать не захотел, о чем и написал Вере Засулич, что он занимается только настоящим и будущим, а не прошлым. Все, что было до капитализма, ему мало интересно. Даже феодализм, из которого он вывел революцию и капитализм. В этом был весь Маркс-философ, не написавший ни одной философской работы, и экономист, читавший все, что издавалось, но оставивший после себя лишь груду конспектов и банальностей, которые Энгельс и Каутский скомпоновали в еще три тома. Энгельс после общения с Засулич понял, сколь велика брешь в марксизме, сел писать происхождение семьи, частной собственности и государства, а также искать революции в античности и средневековье. Сделал несколько дельных наблюдений, но они не вошли в каноничный марксизм. В итоге Ленину и большевикам в наследство досталась схема из азиатского, античного, феодального и буржуазного способов производства с указанием, что при переходе от каждого из них к последующему должна присутствовать революция, как повивальная бабка истории и пожеланием коммунизма в финале. Маркс мнил себя настолько великим футурологом, что считал ниже своего достоинства написать, как будет выглядеть этот коммунизм. Писать такое – это удел презренных социалистов-утопистов, а настоящие коммунисты должны сперва ввязаться в бой, а там видно будет, как говорил Наполеон. Большевики в бой ввязались, но когда его дым рассеялся, то увидели, что ничего не видно, и с таким наследием надо что-то срочно делать. В результате родилась знаменитая пятичленка из первобытного рабовладельческого, феодального, капиталистического и социалистического способов производства. Сталин ее впервые опробировал в 1933 году на съезде колхозников-ударников. Эту схему приписали Марксу для поддержки традиции. Но время показало – работает она все равно одинаково плохо, как в направлении будущего, так и в направлении прошлого. Немарксистские исследователи, в частности Теда Скотчпул и Чарльз Тилли, вообще отказались от привязки теории революции к какой-нибудь формационной схеме, даже к схеме смены технологических укладов в Ростову. Получается гораздо продуктивнее, хотя и не идеально. Но поскольку старшие братья решают в парадигме марксизма проблему, какую сделать революцию, то можем дать им совет – сделайте неоплитическую революцию. Термин «неоплитическая революция» в 1923 году ввел австралийский археолог-марксист Вир Гордон Чайлд. Он так всем понравился, что его стали использовать и не марксисты. Суть его в том, что в эпоху позднего каменного века люди начали переходить от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству. В СССР не смогли удержаться, чтобы не опошлить и это, и назвали неоплитическую революцию переходом от присваивающей экономики к производящей, с чем вряд ли согласятся охотники-профи. Но пусть будет так, тем более, что Россию сейчас подвели к необходимости отказа от присвоения чужого труда через завышенные цены на углеводороды и переходу к производящей экономике. Так что давайте пока неоплитическую революцию, а там видно будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова